Добрый день! Мы пришли сюда или нет? Да? Это хорошо. У нас 1 Коринфянам 11 глава. Давайте прочитаем 16 стихов. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держитесь в предании так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий, с покрытой головой постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая, с открытой головой постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженою или обритою, пусть покрывается. И так муж не должен покрывать свою голову, потому что он есть образ и слава Божья. А жена есть слава мужу. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассуете сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него. Но если жена растит волосы, для нее это честь. Так, как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни в Церкви Божьей. Еще я прочитаю последних три стиха 10 главы. Я прочитаю современного перевода. «Потому запомните, что бы вы ни делали, едите вы или пьете, делайте так, чтобы был прославлен Бог. Не будьте ни для кого камнем преткновения, ни для еврея, ни для язычника, ни для Церкви Божьей. Старайтесь, как я, угождать всем во всем. Я ищу благо не самому себе, а другим, чтобы они были спасены». Вот этот фон, он очень важен для того, чтобы нам войти вот в эту главу. Эта глава и вот эти стихи, они и просты, и тоже очень много разных пониманий. Очень много разных пониманий. Перед этим мы говорили с вами о идоложертвенных яствах. Для нас они сегодня вообще не существуют. Так кажется, мы это смотрим и думаем, почему у них возник такой вопрос. Но я вам скажу, как я знакомился немножко вот с этими вот оккультными вещами. Кто знает такой, даже такие цветы комнатные в горшке, березка, да? Я не знаю, как назывались они. Просто сейчас уже много цветов в этих горшках разных. А это очень редко было в советские времена, эти комнатные цветы. И вот были такие березка, простые, неприхотливые. И вот один раз, это где-то 85-й год, в Риге сижу я на собрании. Приходит мой друг Виктор, моей жены брат, со своим другом неверующим. И они взбудоражены. И взбудоражены, и говорит, знаешь что, я не могу моего друга. Ну как, вот он приехал в командировку, и он не может зайти в общежитие. Он не может зайти в общежитие, его поселили в эту комнату. А почему? Там на вахте стоят цветы, висят, стоят цветы березка, да? И все. И они там продумывали как, через окно входить в комнату общежития? Или как, вот он видит там какие-то оккультные свои воображения. Очень даже порой понятно, когда какие-то амулетики, какие-то там кофейная куща, карты, свечи, все вокруг обставлено. То ли где совершались эти обряды, когда он был, то ли это было в комнате этой, эти цветы. Я не знаю, что. Но он так и не смог войти в это общежитие, да? Так и не смог войти в это общежитие. И для меня это было смешным. Этот вопрос казался таким, ну как там цветы? Ну увы, эту преграду он не мог переступить. И для, как пользоваться вот этой свободой? Как пользоваться вот этой свободой? И он, почему здесь таких важные-важные два момента? Потому запомните, во-первых, что прославлялся Бог, и во-вторых, что не себе угождать, а ищите благо другому. И они там пробовали способ, как... Он, этот друг был неверующий, да? Этот друг был неверующий, и я был удивлен. Для меня это было таким сюрпризом и откровением, да? Что горшок с цветами поставил барьер вообще в ход в общежитие. В ход в общежитие. И можно было бы сказать, ну ты что тут придумываешь, и много других вещей, да? Но чтобы нам пользоваться свободой, особенно хочется сказать молодым ребятам, да? Запомните это, как Павел говорит, запомните. Делайте все так, чтобы прославился Бог. И что? И ищите благо другим. Потому что только тогда вы будете свободными на самом деле. А иначе вам кажется, что вы свободны, да? Если не будет вот этих две деталей в нашей жизни, мы сами, наша свобода послужит нашему же рабству. Мы только думаем, что мы свободны. На самом деле мы находимся вот в таком плену. И это Павел им говорит, как на практике пользоваться вот этой свободой. И сейчас относительно одежды. Относительно одежды, как пользоваться вот в плане одежды, как здесь относительно вот этой свободе, и вообще что здесь в этом тексте говорится, и что мы имеем сегодня. Я еще хочу подметить одну деталь. Меня очень радует. Невзирая на эти трудности Павла с Канлинской церковью, и как они о нем думали, что они высказывали, меня очень радует их открытость. Что между ними, невзирая на все преграды, идет диалог. Если бы произошла закрытость, выхода не было бы никакого. Очень часто, очень часто дьявол так закрывает нас, как в ракушку, изолирует от церкви. И что в тисках таких двух этих полостей нашего, можно сказать, ракушки эго и счиславия, они сдавливают, нас закрывают, и шансы потеряны. Практически потеряны. И поэтому не так страшно, где мы находимся, но очень важно, куда мы двигаемся, и есть ли наша открытость перед церковью, перед друзьями, которые пошли дальше. И что же относительно... Вот это так важно, вот это была одежда. Одежда, как они одевались. Но перед этим надо подметить вот этот третий стих. «Хочу так же, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава мужа, а Христу глава Бог». Выстраивает он такую линию. Я бы ее сказал, это просто не вертикаль, а такая линия. Бог, Христос, муж, жена. Вот последовательность, говорит. Так Бог создал. Что же происходило здесь? Что же происходило здесь? Основной причиной, основной причиной, это был бунт против Бога. Бунт против Бога, против Его мудрости, против Его задумки. То, что Он сделал, это было корень. Это было корень. А дальше, чем отличал? Вы знаете, это сейчас у нас не проблема. Мальчика, девочки, мужчину, женщины отличить. У нас не проблема. Этот вопрос не стоит. Одежда настолько разнообразная, но мы понимаем, что это женская, это мужская. Тогда, вы знаете, сколько было разновидностей брюк? У мужчин и юпок разновидностей у женщин. Сколько их было? Да они были все одинаковые, все как платья были. И у мужчины, и у женщины. Единственное, что у женщины, когда она выходила в люди, она набрасывала капюшон. И все. А так ничем не отличалось. Это было как припоясанное платье, как халат, как мы его будем называть. И все. Отличия, в принципе, как такового не было. Не было такой легкой промышленности, как мы имеем сегодня. Но была группа, быстрее всего, женщин. Я думаю, это не вся. Потому что, если бы была эта вся церковь, охвачена именно этим моментом, может, это была определенная группа, и что они вот так взяли, мне кажется, что они взяли вот этот момент в 10 главе, это 23 стиха. Все мне позволительно. Вы знаете, все мне можно. И откровенно мне на всех наплевать. Вот мне все можно, и я пошел. И я пошел. А вы как хотите, потому что мне можно. И я трясу Библии, да? И я трясу Библии, мне подарил свободу Христос. Но это и как раз я попал в плен. И почему он... Дальше он... 23-24 стих 10 главы. Все мне позволительно. Но что? Ну, не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Но не все назидает. И 24 стих, очень важный момент говорит. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. И здесь верующие женщины, да? Прочитал все мне позволительно, что они выходили, сбрасывали капюшоны, что и двигались в обществе, в церкви, и тем, может быть, вызывали такой бунт. Вызывали бунт, да? Потому что этот ключевой момент, что они отвергали вот этот Божий концепт, Божий замысел творения, это корень этого, да? Но само как раз снимание этого капюшона на людях не обозначало их свободу, да? Какую картинку, например, рисовали люди извне, смотря на них? Они рисовали их, что это аморально опущенные люди. И они, неверующие люди, смотря на церковь, как сообщество, говорили, эта группа людей морально деградирует. Она идет вниз. Такие картинки рисовали себе неверующие люди извне, что это морально опущенные люди, а не то, что они чем-то свободными. Чем-то свободные. Это очень, это очень важный, важный момент, как мы воспринимаем и что мы рисуем в своем воображении. Что мы рисуем в своем воображении. И я вспоминаю несколько таких культурных моментов, которые я тоже хочу, как я сначала знакомился вот с этими всеми вещами. Одну вещь культурную, также относительно, например, женщин, девчонок. Это тоже в 80-е годы. И когда я вез своих друзей, мусульман, к сожалению, сегодня они христиане, ехали мы в машине в Риге, и мои ребятки сидят, и вот идет девочка справа про татуару, они как компьютером управляемые, два таких гусака, раз сюда, тут она слева, тут она справа, и вот так мы едем. И они разговаривают между собою о бизнес-делах. Вообще отрешены, но глаза бегают вот так, и направо, и налево, и всех они ловят. Для меня одежда этих девчонок вообще ничего, я скажу, они не были вызывающе одеты, они ничего себе не приглашали, но эти ребята были сплошном плену, и даже когда мы разговаривали о другом, они гуляли глазами там, и они были такими двойными, тройными, они все успевали, я такой узкий и тупой, я что-то на одном сфокусируюсь, и все. Они все могли, они разговаривали со мной, и все видели. То есть у них в культуре, когда я гулял у них на свадьбе, что женщины сидят там, мужчины там, в обществе, когда они вышли, никто там не идет там за ручку, не держится, да, то есть даже расстояние между мужем и женой, между мужем и женой. Почему еще один такой конфликт возник также в одной из этих домашних церквей, эти молодая пара побыла на таком семинаре библейский портрет супружества, да, и там для них было открытием элементы романтики, да, что можно с женой идти за ручку, да, можно жену поцеловать, это все вообще разрешается, да, и я не буду называть одну местность, это километров сто пятьдесят от Баку, и что интересно, когда они приехал с этого семинара, жена там распустила волосы, идет с мужем за ручку, и там они поцеловались при родственниках, да, то есть, но что для нас, мы смотрим и умиляемся, какая прекрасная семья, но для для них это трагедия, для них это трагедия, у них взгляд со стороны рисует совсем другую картинку, все, они рисуют измены, гуляния, все до последнего, ну, вот так мы устроены, вот так мы устроены, следовательно, вот этих картин, которых в нашем воображении, какие эмоции, вызывают нам какие-то видимые детали, они определяющие, и Павел говорит, а я смотрю, какая картинка вызывает, какие ассоциации вот у этого человека, и что, и для всех я становлюсь всем, для чего, я ищу пользы другого, да, чтобы их спасти, я иду таким, таким путем, и бесспорно, Павел видел, Павел видел здесь чисто мятежный дух, он понимал, что весь вопрос не в капюшоне, да, весь вопрос в сути и в духе, и этот мятежный бунт, который у этих женщин против Бога, первое, против Бога, и то, что они вот выступали против Бога, может быть, вот в этом концепте, Бог, Христос, мужчина, женщина, я бы сказал, что это суть сегодня гуляет по Европе, может быть, по Америке, да, что папа-мама уже не существует, а почему родитель номер один, родитель номер два, вот это что-то, что-то похожий, похожий такой, может быть, момент, да, и еще такая вещь, почему он говорит, здесь упоминает даже для ангелов, да, есть, говорит, смотрите, она должна покрывать голову для ангелов, есть много-много разных взглядов, но я, покуда, как версия, придерживаясь такого взгляда, что ангел смотрит на твой платок, ангел не знает и мужчина, или женщина, да, но так как они понимали, они говорили, что церковь, да, это Божье создание, да, и за ними наблюдают ангелы, конечно, Павел понимал, что ангелы же видят ваши побуждения, да, ваши побуждения, вы понимаете, что вы творите перед духовными мирами, для того, чтобы им помочь, для того, чтобы просто помочь этим женщинам, и так же, и так же он говорит, почему, да пусть тогда уже и бреет свою голову, и стрижет, для чего, потому что эта ассоциация бесчестит мужа своего, очень, очень интересно порой, если есть какой-то маленький крен, да, то он показывает его дальше, хорошо, если так, ну иди дальше, давай, стрижись, и чтобы бесчестить, коль бесчестит, так бесчестит до дна, он сгустает, сгущает краски, для того, чтобы показать, показать им и помочь, и помочь, но мне всегда очень, очень нравится, как, как он преподает, и его вот эта цель, им помочь, вот это желание, желание, которое произобилует, помочь этим женщинам, которые попали в капкан, не свободы в сущности, да, а плена, плена, тщеславие, высокомерие такого, просто вырвались они, да, и вот 11-12 стихи, впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же в Боге, впрочем, говорит, в Господе никого нет независимым, никого нет независимым, как мужчина зависит от женщины, так и женщина зависит от мужчины, и как живые существа мужчины не выше женщины, так и положение женщины не означает нечто низкое, нечто низкое, это просто на нашей такой немножко, я бы сказал бы, греховной, плотской сути, это все так выплескивается, потому что мы так думаем, да, как и это пословица, которая говорит, что если ты начальник, да, то я кто, а если я начальник, то ты кто, и, к сожалению, это так мыслится, так думается, и так подразумевается, и так выстраивается, и он здесь говорит, ни там нету ничего низкого, ни в этом нету ничего высокого, просто каждый ищи пользы другого, это и есть свобода, это и есть свобода, Ева сотворена от Адама, но зато каждый мужчина произошел на свет, и все мужчины, которые в этом зале, да, вы здесь благодаря женщине, так что вы абсолютно не выше, так что вы абсолютно не выше, мужчины, да, Бог нас создал друг для друга, и здесь момент не в длине волос, не в длине волос, да, абсолютно, а всего лишь вот этот конфликт, а всего лишь вот этот конфликт, что они полностью себя уподобляли мужчине, невозможно было отличить, невозможно отличить их. И люди, которые смотрели извне, они не знали, где мужчина, где женщина, смотря на них. Даже в те времена спартанские воины, то они растили волосы. И это не было нечто таким вызывающим. Хотя все историки сходятся в этом таком общем мнении, что как греки, как иудеи, как римляне, женщины у них носили этот капюшон, мужчины ходили без него. Это была культура. Такая была культура. И в силу вот этой открытости в коринфянской церкви Павел говорит, я радуюсь, что вы слушаете все, что я вам говорю, и принимаете какие-то шаги. И говорит, сейчас у вас там есть в церкви один такой обычай, которого в церкви не должно быть. Знаете, это в 16 стихе. Вы знаете, в церкви нет такого обычая. Какого? Мы не имеем такого обычая. У вас он есть. Если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая в церкви. Он говорит, такого обычая в церкви не должно быть. И что в корне? Что в корне вот этих всех таких моментов относительно вот этих полов? Вы знаете, что и вот этих различий мужчина и женщина. В 14 главе этого же 1 Коринфяна, 34 стих, Вы знаете, что говорит, что Павел советует женам? Жены ваши в церквях. Что? 14.34. Чем они пусть занимаются в церкви? Чем? Они говорят, да молчат. Вы понимаете, а у нас тут есть, и порой разрешается им говорить, и почему мы должны смотреть, как произошло. Можно такой, почему он так говорит. Вы помните, сейчас корабли строят из металла. Корабли строят из металла. А раньше из чего строили? Из чего строили корабли? Какой материал? Дерево, да? И когда случалась пробоина, вы знаете, что делали? Надо было в определенное время срочным образом забить туда чоп. Что? Если пройдет критический момент, воды наберется чуть-чуть больше, и все. И будет компания, мы приплыли. Утонет корабль. Утонет корабль. Но что с этим чопом потом? А для чего его забили? Он, во-первых, терчит и с той стороны, да? Кораблю мешает плыть. И они куда идут? Они идут в пристань. Для чего? На ремонт. Они идут в пристань на ремонт, чтобы заделать вот эту пробоину. Эту пробоину. И очень много вот этих вещей. Он видел, что все там так шатается. Столько много вопросов. И он дает такие временные моменты. Временные моменты. Ищи каждый пользу другого. А женщинам, слушай, чтобы они вообще не перевернули эту церковь вверх, но пусть помолчат. Пусть помолчат. Это, как похоже, такой же момент сегодня. Кто такое знает? В машине есть такое колесо, которое мы называем таблетка. Да? Кто знает, что за колесо? Это сейчас у новых машин в основном. Это запаска такая маленькая. Вот она лежит в багажнике, чтобы там много места не занимать. И если ты пробиваешь колесо, то что? Вешаешь это маленькое колесо, эту таблеточку, и потихоньку куда ты едешь? Выезжаешь на трассу, чтобы там проверить? Нет, ты двигаешься в автосервис. Ты двигаешься в автосервис. И поэтому очень важно смотреть весь контекст этого письма. Для чего? Какая целесообразность? Какие моменты Павел хочет подметить? Говорит, пусть они покуда помолчат. Пусть они помолчат. Придет время, все будет. Все будет. Мне еще хочется прочитать это филиппийцам 2 главы 2 стиха. Я прочитаю современный перевод. «Живите одной любовью, одними мыслями, одними целями, не делайте ничего из эгоистичных или тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других». Вот это был корень всех этих разговоров. Это была причина. Это была причина. Что на сегодняшний день мы имеем с платками? Что сегодня? Посмотрели. Вы знаете, это так же. Посмотрели в Евангелии и говорят, здесь написано, должен быть платок, и мы вот живем по-евангельски, и мы соблюдаем. В принципе, это неплохо. В принципе, это неплохо. Есть один очень, такой, я бы сказал бы, опасный момент в наших платках сегодня. Это так же мы подметим Галатам 5.2. «Если вы полагаетесь на что-то внешнее, то Христос для вас не имеет никакого значения». Это уже, я читаю, современный перевод, да? Это тонкие, мотивные, внутренне невидимые моменты. Если я связываю какой-то момент надежды, я надел этот платок, и я что-то решаю, что-то он решает, какая-то надежда, то говорит, что вы остаетесь без Христа. Вы остаетесь без Христа. Филиппийцам 3.3. Истинное обрезание – это мы с вами, поклоняющиеся в Духе Божьем, прославляющие Иисуса Христа, не полагающиеся на что-то внешнее. Не полагающиеся на что-то внешнее. Поэтому что мы возьмем? Возьмем из сегодняшней нашей встречи. Ничего не делайте. Из эгостичных, из тщеславных побуждений ищите пользы друг другу и славы Богу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok